Ассалам алейкум всем, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у меня такой образ не просто так. Мы сегодня будем обозревать, кушать блюда из узбекской кухни. Не знаю, как много узбеков меня смотрят, я просто читаю в комментариях, кто какие варианты предлагает приготовить следующими. Украина, Казахстан. В ближайшее время ваши блюда тоже будут. Но начнем мы сегодня с узбекского плова. Сказать вот честно, плов я не очень люблю. Но узбекский один из моих любимых на самом деле. Если сравнивать все пловы, вообще, не знаю, как-то я равнодушна. Он, значит, выглядит вот так. Здесь есть морковка. Обычно готовят, по-моему, с говядиной, но я люблю с курицей больше. Вот. Некоторые в комментариях пишут, Айка, наложи дофига. Зачем накладывать, я здесь все равно не съем. Так, у меня там целая кастрюля. Могу наложить прям гору. Мне не очень интересно смотреть блогеров. У которых, например, куча перед собой. И ты перематываешь на конец видео, и ты видишь, что ничего не изменилось. Узбеки, обязательно отпишитесь, пожалуйста, получился ли у меня образ. Похожа ли я на узбечку. Казахский язык, турецкий, узбекский. Очень похоже на азербайджанский. Ребят, помогите. Вот я не знаю, борщ это российское блюдо, русское или украинское. Драники это украинское, правильно? В общем, пишите ваши варианты, ваши национальные блюда. Даже если у вас небольшой народ, будет все равно очень интересно. Дойдем и до Кореи. Почему нет? Кто нам запрещает? Времени, вагон. Режим уже вроде восстановила. Сегодня днем так хотелось спать, прям еле удержалась. Мама опять начала в прежнем режиме ходить. Идеальный способ, чтобы похудеть. Просто вечером идите, ходите. В уши наушники, музыка. И все. Пошли 3-4 круга вокруг дома. Я в последнее время так и делаю. Мама вообще умничка. У нас столько ходит. У нее там 17 тысяч шагов, при гинде. Сейчас новую программу маме скачала. Там не только шаги измеряются, но и километры. А еще калории. Наконец-то. Завтра должны прийти брюки. Я заказала такие крутые брюки. Вы просто будете в шоке. Я не знаю, может влог буду снимать, может в инстаграме покажу. Как я люблю. Немного видно животик. Летний, прям, знаете, широкий. Подумать никогда не могла. Что мода вернется. И мне будут нравиться вещи широкие. Единственное, чего я искренне боюсь, это появится обратно, вернется мода на вещи с низкой посадкой. Вот этого я точно не переживу. Чтобы носить вещи с низкой посадкой, нужно иметь идеальную просто фигуру. Даже нет, не то, что идеальную фигуру. Надо просто быть доской. Чтобы это выглядело на тебе более-менее презентабельно. Раньше же было модно вот так. Все ходили. Крутые. Не помню, какой это год. Наверное, 2005. Я в первом классе была. Смотрела постоянно с Тошек-классниц. Думала, вырос, буду ходить так же. Вы знаете, у меня столько брюк скини. Наверное, где-то 20 пар джинсов скини. Я теперь понять не имею, куда это все девать. Вот мне некоторые пишут. Айка, ты там поправилась туда-сюда. Я вот начала мерить летние вещи. Как была в прошлом году, такая и осталась. То есть, все вещи летние на мне лезут. На меня лезут. И сидят нормально. Так что, вроде не поправилась. Хотя мой парень за. Он говорит, что пару кило мне надо набрать. Мне не нравится. В этом плане мы с парнем такие разные. Мне не нравится, когда сильно толстые ляжки. Такие огромные бедра. Если это спортивное телосложение, я, конечно, понимаю. Да, это красиво. Если просто ты наела себе огромные ляжки, мне это не нравится. А мой парень считает, что на килограмма 3-4 мне бы не помешало бы поправиться. Я просто почему хожу? Могу объяснить. Мне врач, кардиолог, вообще. Недавно я проходила обследование. Мне сказали, что моему организму не хватает физических нагрузок. То есть, я слишком много сижу. Постоянно дома. Иногда, особенно в последнее время, я просто делаю отчет на компьютере, сижу вот так вот в сидячем положении, нахожусь где-то 4-5 часов. Потом сижу в таком положении, снимаю для вас видео и все, иду спать. Дело не в том, что я поправляюсь, дело в том, что это вредно для организма. у моей подруги, у мамы из-за сидячего образа жизни проблемы с позвоночником, смещением в дисках. Хорошо бы вообще на какие-то танцы пойти. Сейчас вспомнила. Забыла ветеринару позвонить. Твикс опять к ветеринару надо. Еще у меня к стоматологу. Мне однажды коллега, у меня болел зуб. Просто интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня болел зуб. А мы с этой коллегой постоянно как бы на работе, на обеде вместе кушаем. И она всегда мне говорила, что «Ай, ты слишком много ешь. Ты не лопнула?» Я, честно, не люблю такие. Не то, что шутки. В то время я не снимала мукбанги. Я считаю, что я ем, как и все. Просто вы не считаете, сколько вы едите, а то, что я ем, всем как бы бросается в глаза, потому что я снимаю видео. Ну, в общем, эта коллега мне говорит «Айка, ты знаешь, почему у тебя зуб болит?» Я такая «Почему?» «Потому что ты много ешь». Мне, честно, это кажется очень тупо и глупо. Как вы думаете, пишите в комментариях. Из-за того, что я много ем, у меня болит зуб. Я спросила, я говорю, а как это вообще связано? Много ем и зуб. Я там не объяснила. Ты представь, зимняя резина, например, на колесах автомобиля. Как быстро сотрется и испортится. Если ты будешь постоянно гонять на этой тачке, или в два раза меньше будешь гонять, и она у тебя будет стоять в гараже. Я говорю, конечно, обалденное сравнение зубы и машина. У меня, слава богу, хорошие зубки. В том плане, что у меня, например, у брата уже столько пломб стоят. Уже пару зубов нету. У меня они меня особо не мучили. Только кривые были. Брекеты носила. А так нормальные зубы. Я такая голодная, что даже чай не хочу. и давайте отвечу на вопрос. Под прошлом видео в комментариях нашла. Вопрос задает Фейс. Не знаю, девушка или парень. В общем, Фейс, тебе привет. Айка, есть ли блогеры у тебя, которые тебя раздражают и выбешивают? Расскажи подробно о них. Что я могу сказать? Я не могу назвать конкретного блогера, сразу скажу, да? И сказать, что меня бесит. Раздражает. Просто некоторых блогеров я смотрю, мне аппетитно, как человек ест. Например, у нее, например, на столе может быть немного еды. Но какой-то блогер делает вот так. особенно когда ест салат. У одного из блогеров я это заметила. Насколько бы мне не нравился бы разговор, насколько бы мне не нравился человек, я не могу смотреть, если мукбанкер так ест. То есть самое главное для меня что аппетитно кушала девушка. А так количество еды не столь важно. Мне, например, нравится, как Марина ест, но очень аппетитно ест. Нравится Инна. че ее все обсирают, я не понимаю. Короче, многие Николаевс Фэмили в основном те, у кого много подписчиков, они мне выходят в рекомендации. просто АСМР раньше смотрела, сейчас вообще ни в какую мне не заходит абсолютно. Раздражает, когда мало едят и много разговора. Тут, знаете, как, каждому свое. Возможно, мои любимые мукбанкиры вам не нравятся. Но этот формат, формат мукбанки, я просто обожаю. я почему-то сначала думала, что у меня в холодильнике лежит грейпфрут. Оказался самый обычный апельсин. Вот так вот нажрусь и пойду сейчас ходить. хотя может и нет, посмотрим. Узбекский плов очень вкусный. Обязательно в ютюбе. По-моему, у нас рецепта на Айкуке нету. Если есть, я вам оставлю ссылку, по-моему, нету. Обязательно посмотрите. Приготовьте. Я знаю, что их это национальное блюдо. И оно очень вкусное реально. Отличается от обычного плова, от нашего. На этом все. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Если вы поставите лайк, то я вообще буду самая счастливая на свете. Всех люблю, целую. С вами Блайк Емили. Пока.